Дамы и господа, добрый день! Добро пожаловать на Фруктовый Мастер! И сегодня у нас второй выпуск темы о бизнесе на фудфлористике. Сегодня разберем такую очень интересную тему, как все-таки взять и начать заниматься фудфлористикой. Первое, с чего вам нужно начать, это вы для себя должны твердо решить. Фудфлористикой вы хотите заниматься как? Первый вариант, в личных целях. Это может быть хобби, увлечение. Периодически кому-то самостоятельно делать такие букеты и дарить. Если вы именно так хотите, то под видео есть ссылочка на все наши мастер-классы. Смело можете туда переходить, но если вы досмотрите это видео, вы сможете для себя подчеркнуть что-то новое и интересное. И возможно, вы захотите заниматься букетами как раз в коммерческих целях. И вот как раз второй вариант, это правильно, в коммерческих целях. Потому что коммерческая цель приносит прибыль. А прибыль, что это? Это есть очень хорошо. Также мы в этом видео не будем разбирать, что вам открыть ИПО, какие помещения вам снять. Мы это все не будем разбирать, потому что до этого вам еще очень и очень далеко. Чтобы не тратить свое время и ваши деньги, берите блокнот и все внимательно записывайте. Если что-то не поняли, пишите под этим видео комментарии, я на них с радостью отвечу. Либо пересматривайте, если вы что-то не поняли с первого раза. Не забудьте также подписаться, потому что выпуски будут выходить регулярно. Фудфлористики, помимо очень вкусных, сочных фруктов, шоколада, ярких букетов, эмоций, есть еще и другие плюсы, про которые вы даже и не знаете. Видите, самый большой его плюс в том, что можно зайти в этот бизнес, имея в кармане буквально тысячу рублей. Сейчас мы с вами разберем, как открыть бизнес по фудфлористике пошагово, правильно, с наименьшими потерями и с наименьшим бюджетом. Потому что, ребята, вы всегда успеете приобрести или арендовать помещение, сделать в нем ремонт, нанять бухгалтера, персонал и так далее и тому подобное. Перед тем, как снимать помещение, открывать себе и ПО и так далее, вам нужно промониторить рынок вашего города. Это делается достаточно просто. Открываете Яндекс, Гугл, все соцсети, вбиваете съедобные букеты, фруктовые букеты, клубничные букеты. И параллельно вы делаете табличку в Excel. И в эту табличку вы вписываете всех конкурентов, которые вы там будете находить. Далее нам эта табличка очень сильно пригодится. Мы будем пользоваться ей и делать из нее какие-то выводы. Как только вы нашли конкурентов, обязательно зайдите на сайт к ним, посмотрите, что они предлагают, какие условия доставки, заказа, оплаты, какого качества на сайте у них продукция, какого качества у них фотографии, какие у них отзывы, это настоящие отзывы или они сами написали, как давно они работают. И эту всю информацию вы собираете и записываете в эту сравнительную таблицу. Далее, если вы располагаете бюджетом, то обязательно хотя бы выборочно нужно взять и заказать у своих конкурентов букеты. Желательно сделать 2-3 заказа у разных конкурентов, можно в одно время, можно в разное время. Как это лучше сделать? У одного конкурента вы можете оформить на сайте, у другого по телефону, у третьего в соцсетях. Всю информацию, что вам будут говорить операторы по телефону, вы обязательно записывайте в сравнительную таблицу. Заказывайте букеты, которые вам понравятся. Если у них есть самовывод, то вы можете самостоятельно приехать и посмотреть, есть ли у них помещение, если есть то какое. Посмотреть, есть ли у них клиенты. И после того, как вы получите свои букеты от конкурентов, их необходимо полностью разобрать. Что разобрать? Зачем? Зачем мы тратим деньги? Вы меня сейчас спросите на букеты, чтобы их разобрать. А я вам отвечу. Мы их тратим для того, чтобы понять, как в вашем городе собирают букеты ваши конкуренты. То есть, какого качества у них идет продукция, какого качества у них идет сборка, соответствует ли то, что вы получите, и то, что было заявлено на сайте. Насколько это будет сильно отличаться? Какой вес? Если на сайте заявлено 2 килограмма, вы получите 1,5 килограмма. Это разница уже в полкилограмма. И это тоже им еще идет минус. И вот эти все данные вы записываете в сравнительную таблицу. Когда у вас будет уже несколько конкурентов, будут параметры все написаны. И вы увидите, что вот эти первые конкуренты, у них отличное качество, отличная доставка. Но они не берут трубку, не принимают никакие платежи и работают только по будням. Вторые делают все наоборот, только у них ужасное качество. И так далее. И что нужно сделать с этой таблицей? Конечно, из всего мы берем плюсы. Мы забираем плюсы. Мы забираем лучший сервис, лучшую доставку, лучшее качество, лучший ассортимент. Следующий пункт. Это вам нужно накидать будущий ассортимент ваших букетов. Так как вы уже посмотрели конкурентов и представляете, что сейчас в вашем городе популярно, какой ассортимент они предлагают, делаем похожий ассортимент. И добавляем свое. А делаем не просто похожий ассортимент. Мы делаем его лучше. Мы делаем лучше по качеству, лучше упаковку, лучше дизайн. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Если, грубо говоря, ваши конкуренты продают вот такую дыню, то мы не просто такую же дыню продаем. Мы, ну, предположим, да, там взяли вот такую ленточку, обмотали, поставили топпер и у нас-то уже смотрится гораздо лучше. Понимаете, о чем я? О чем идет речь? То же самое и в букетах. Мы их берем, украшаем, предлагаем клиентам не просто одну упаковку, а мы предлагаем им, например, пять упаковок. Что это значит? Если конкуренты предлагают упаковать букет только в один цвет бумаги, вот такой, например, то вы должны предложить кроме такого цвета бумаги еще несколько цветов. Форм разных там расцветок. Понимаете? Также есть еще топперы. Это такое классное дополнение, которое можно поставить в букет, и букет он заиграл новыми красками. И какие-то эти вещи можно давать клиентам просто бонусом. Также не забывайте, что клиенту можно просто дать открытку какую-то. Вот мы делаем очень классные крафт записки в виде свитка, печатаем красивым шрифтом, перевязываем атласной лентой. Это наша фишечка. И нашу фишечку уже давным-давно подцепили наши конкуренты, потому что мы их периодически мониторим, смотрим. Они берут наши технологии. То есть, видите, нас уже давным-давно все скопировали и дублируют. По поводу ассортимента. Очень важный момент на старте, чтобы у вас было не 2, не 3 и не 10 букетов. Хотя бы на самом старте вам нужно сделать от 20 до 40 позиций. И эти позиции все должны быть немножко разные. Например, очень часто заказывают букеты на дни рождения. Дни рождения для детей, для женщин, для мужчин и так далее. То есть, вы должны предложить ассортимент букетов на день рождения для мужчин, для женщин, для детей. То есть, линейка букетов на день рождения. Дальше. Мужские подарки. Да, мужчин тоже поздравляют. Для мужчин должны быть суровые букеты. Из колбасы и сыра тоже сделайте какой-то ассортимент. Много не надо. 4-5 букетов на первое время вот так, за глаза и за уши. Также не забывайте про свадебную тематику. Ну, свадебная тематика. Она в основном популярна только летом. Если вы начнете делать это, например, в декабре, или в феврале, или в марте. Не забудьте, что три праздника в году самые вообще главные. Если вы начали ноябрь-декабрь стартовать, то позаботьтесь о том, что у вас были новогодние букеты и композиции. Это с шишечками, там, снеговики, Деды Морозы и так далее, и тому подобное. То есть фантазия должна работать всегда. И вы должны сделать вот этот ассортимент. Если перед 8 марта обязательно там восьмерки разные, 8 марта, праздник весны и так далее. 14 февраля это всевозможные сердечки, купидоны, любовь и романтика. То есть вот это вы должны предлагать. Не забывайте про упаковку, потому что упаковка играет первую. Вот просто встречают, да, по одежке. Встречают по упаковке. Клиент видит, какая у вас упаковка. Если у вас упаковка не очень, то и результат у вас будет не очень. Если у вас упаковочка радует глаз, то знайте. И клиенты вас тоже будут радовать. Ну вот вы уже определились с ассортиментом. Что же дальше? Что же делать дальше? Бежать собирать букеты? Нет, ребята, не торопитесь. До букетов еще немножко рановато. Вы должны подумать, где вы будете брать заказы. Заказы можно брать в разных местах. Можно на столбах расклеить, соседей обойти. Но на дворе 21 век уже будет. И у нас есть интернет. Так как у вас денег сразу, наверное, нет. Открыть точку, чтобы люди к вам заходили с улицы. Поэтому давайте уйдем в интернет. Есть несколько способов. Первое – это сделать сайт. И второе – это завести какую-то соцсеть. Давайте сравним быстренько, что такое сайт и что такое соцсеть. Если вы делаете сайт, разработка сайта стоит любое количество денег. Почему любое количество денег? Ну, потому что все зависит от специалиста, от его опыта, от чего вы хотите. Сайт можно сделать, грубо говоря, конструктор, взять его в аренду за 300 рублей в месяц. Можно сделать за 100 тысяч. Сайт будет делаться от месяца до даже до года сайт может делаться. Поэтому, если вы хотите очень быстрых результатов, вы либо рассматриваете какой-то самописный сайт, либо конструктор, либо вы рассматриваете соцсеть. И вот давайте, наверное, на соцсетях мы с вами и останемся. Потому что не нужно тратить деньги и очень много времени на все это. Берите, есть у нас инстаграм, и у нас есть контакт. И давайте пока больше ничего трогать не будем. Вам нужно будет заполнить фотографиями, описаниями, условиями работы. Придумайте, кстати, название. По поводу названия можно думать просто днями напролет. И так не придумайте название. Название. Своё фруктовый мастер. Мы думали, наверное, неделю. Я ломал голову с утра до ночи. И ночью во сне я тоже думал, как же нам назваться. Вот фруктовый мастер теперь. Дальше, когда вы уже поняли, что вы будете в инстаграме, например, размещать свои фотографии, то теперь подумайте над трафиком, откуда вы будете брать этот трафик. Трафик – это целевой пользователь, который должен зайти и сделать какое-либо действие. А нас очень интересует действие – это покупка. Нас очень интересует, чтобы у нас люди покупали. Заведите пока инстаграм, начните его пока оформлять. Придумайте себе лого, где делать лого, могу рассказать позже. Либо пишите в комментарии. Это делается тоже достаточно просто. Ищите исполнителя, кто вам будет делать рекламу. Если вы сами в этом ничего не понимаете. Потому что если вы в этом деле вообще ни петь, ни рисовать, то вы просто сольёте, скорее всего, свой бюджет. А специалист, возможно, возможно, сможет привлечь вам первых клиентов. Не забывайте также про органический трафик, который вам может дать инстаграм или контакт, или любая другая соцсеть, где вы будете выставлять свои букеты. Если вы не знаете, как правильно оформить инстаграм или контакт, просто наберите любых конкурентов, откройте 10-20 конкурентов, посмотрите, как делают они, и оформите примерно так же. Фотографии пока не заливайте, потому что у вас их нету. Но у вас уже есть проработанное меню, вы уже знаете, что вы будете заливать это в инстаграм. И пока начинайте искать фотографа. Ищите фотографа на, например, Яндекс.Услогах, на Авито, на фрилансах и различных площадках. Можно даже найти ВКонтакте. Желательно ищите фуд-фотографа. Либо фотографа, который уже делал подобные съёмки, что-то с едой, и он понимает, как правильно нужно снимать. Нужно снимать так, чтобы клиент захотел это купить. Вам должны снять так, чтобы клиент захотел у вас это купить. Понимаете? Это очень важный момент. Если фотографии будут совсем ну никакие или среднечковые, вы просто выкинете деньги на ветер. А вам нужны очень крутые фотки. Вы эти фотографии будете загружать на сайт, инстаграм, в контакт, в любые соцсети, в любые ресурсы. Поэтому это ваше лицо. Ваши фотографии должны быть очень качественными. И вот параллельно, пока вы ищете фотографа, не забудьте найти поставщиков. Вы думали, где? В магазине покупать всё это? Ну, знаете, в магазине покупать всё это не очень выгодно. Да, конечно, на первое время, на разовые заказы, этот вариант подойдёт. Ну, конечно, этот вариант подойдёт. Потому что покупать там ящик клубники на базе или коробку бананов, дынь, ананасов, вам не выгодно. Вам и совсем это будет не выгодно. Поэтому всё равно сделайте так. Выпишите список. Что вам нужно? Всё, всё до белочей. Всё там до булавочки, до скотча последнего. Вот всё выпишите, исходя из того, какое меню из букетов вы накидали. И дальше отправляйтесь искать всех поставщиков. Проехали, посмотрели, записали цены, сделали какую-то пробную закупку для тех букетов, которые вы будете собирать. И делайте закупку, когда вы будете уже готовы сделать проработку букетов. Если вы вообще не умеете букеты собирать, то вам обязательно нужно делать проработку. То есть вы должны научиться самостоятельно делать. Потому что это основа вообще всех основ. Вы можете сделать всё классно. Но когда у вас продукт будет не очень кривой, косой, клиент этот у вас сразу отвалится. Вы получите плохой отзыв, если вам ещё и повезёт. И всё, этот клиент вас больше никогда не скажет. Поэтому смело приготовьтесь собирать тестовые букеты. Закупите продукты, упаковку, шпажки. Всё, что вам нужно. И начните собирать. И желательно, чтобы у вас был какой-то помощник, который вам будет помогать. Если нет помощника, ну что поделать. Начинайте без помощника. Начинайте самостоятельно. Да, делайте медленнее, но качественнее. И начинайте собирать букеты. Все букеты, которые вы самостоятельно соберёте, сами сфотографируйте. Потому что на фотографии видно все косяки. Сфотографировали со всех ракурсов. И обязательно запишите, что вы потратили и сколько. И обязательно сколько всё это стоило на букет. То есть вы просчитаете себе стоимость. То есть букет клубничный. Там было килограмм клубник. Килограмм клубники стоит 600 рублей, предположим. Ушло 100 грамм шоколада, 30 палочек. Там 3 метра плёнки. Там ещё какие-то украшения. Вот это всё запишите. И посчитайте себе стоимость. Очень важный момент. Это сборка букетов для фотосессии. Как вам подготовиться к этой фотосессии? Вы должны найти фотографа и договориться с ним на все 1000%. Что в этот день он будет работать именно с вами. Потому что вы букеты будете чуть-чуть заранее собирать. Чтобы не тратить его время и свои деньги. Вы их будете чуть-чуть заранее собирать. И если он вас подведёт, у вас просто всё в помойку летит. Это важный момент тоже. Находите фотографа. Договаривайтесь с этим фотографом, где вы будете снимать локацию. То есть это либо студия, фотостудия какая-то будет. Либо где-то на улице. Либо в каком-то помещении. Как снимать профессионально вам лучше, чем я, объяснит ваш фотограф. И обязательно найдите модель и помощник. Чтобы сделать очень профессионально. А вы будете всё контролировать. Кстати, в качестве модели можете и выступить сами вы. Для этого нужно быть привлекательным, обаятельным, с хорошим настроением, улыбаться, быть позитивным. Ну и чтобы вам всё это очень нравилось. Понимаете? Если у вас всего этого нету, то ищите лучшую модель. Ищите лучшую модель. Так букеты будут продаваться лучше. Это факт. Ну вот, перед фотосессией, за несколько часов, часов хотя бы за 5, вы подготовьте букетов. Сколько вы сможете сделать? 5-10 букетов. Вот 5-10 букетов вы подготовьте. Рассчитывайте на максимум. То есть вы должны знать все букеты, которые вы соберёте. То есть, букетов 10 вы соберите заранее. И букетов 10 вы уже соберёте очень быстро на фотосессии. Пока снимают первый букет, вы начинаете собирать ещё один букет. Вот когда первый букет отсняли, вы его берёте и вы его можете прокачать, модернизировать, улучшить, перебрать. Например, мы снимали вот такой букет. Что здесь можно сделать? Здесь первым можем поменять сразу упаковку. Упаковка меняется 5 минут. После чего мы вынимаем несколько зефиров, ставим туда шоколад и вуаля, у нас новый букет. 10 минут всего уйдёт, ну 15, ладно. И у нас новый букет уже. Понимаете, о чём я говорю? То есть, вот такие штучки вы можете очень быстро делать. За фотосессию вы должны хотя бы букетов 20 отснять, чтобы не тратить дополнительные съёмочные дни, опять же, своё время, деньги на всю эту фотосессию. Потому что у вас первая фотосессия, вам нужно здесь максимум. Просто из неё высосать максимум. Фотограф должен постимать букет с моделью и без неё. То есть, должны быть все возможные ракурсы в разном свете, разные декорации и так далее. Вам это всё пригодится, чтобы добавлять фотографии в Инстаграм и чтобы рекламироваться. То есть, из этого можно где-то сделать баннер, рекламную прошёлку, буклетики и так далее. Подведём краткий итог именно по фотосессии. В конце фотосессии у вас должно быть минимум 20 букетов с разными ракурсами, с моделью. И фотограф вам должен их обработать. Попросите у него обязательно фотографа исходники. И продумайте, как вы будете фотографии кадрировать. То есть, нужно вам кадрировать или нет. Что такое кадрирование, если вы не знаете, это вот у вас такая прямоугольная фотография получается. И фотограф может вам её сразу квадратной сделать, либо там вертикальной, либо там любой. Любого размера. Можно круглую её даже сделать, понимаете? То есть, об этом вы договариваете с ним. Всё. И ждёте, когда он это всё обработает и пришлёт вам. Всё. Наступил тот момент, когда у вас уже готов Инстаграм. Вам прислали фотографии. Вы придумали название своей фирмы. Загружайте ассортимент на сайт, в Инстаграм, чтобы у вас это уже там было. Параллельно вам специалист уже должен настраивать рекламу. И специалист должен уже быть на низком старте и ждать команды, когда вы скажете, что мы начинаем. Загрузили букеты, прописали стоимость, прописали название. Не надо придумывать глупые названия, типа букет номер один, букет номер восемнадцать. Это полнейшая чушь. Не нужно так делать. Придумайте красивые названия. Посмотрите, какие названия у нас. Просто фантастические. Букет медовый, букет карамель у нас есть. Свадебные кольца, свадебное сердце, горячее сердце. И вот последние новинки, там просто бомбические названия. Я думаю, где-то вы здесь добавлю, посмотрите. Или просто даже перейдите по ссылке и посмотрите, какие у нас классные букеты и названия, описания. Когда вы будете уже морально готовы, что, возможно, появится заявка, запускайте. Хотя я бы не стал бы ждать. Я, как загрузил фотографии, была бы готова реклама, сразу бы запустил. Сразу бы запустился. И ждал бы первых клиентов. Такой еще вопрос у вас мог возникнуть. А где же это все нам собирать? Отвечаю на ваш вопрос. Где вам это все собирать? Я уже говорил, что вам не нужно покупать помещение, арендовать. Так как это ваш стартап, начните у себя дома на кухне. Сделайте уборку, выделите себе стол отдельно под все это дело, чтобы он был всегда чистый. И всегда на нем был рабочий инструмент, которым вы будете нарезать, собирать, упаковывать ваши букеты. Это очень важный момент. Это только на первое время. Чтобы вам не было страшно, что у вас нет ИП, ООО, вы можете оформиться в качестве самозанятого. На первое время, как только вы почувствуете, что у вас идут заказы, сразу можете открыть ИП, ООО, арендовать помещение и уже работать на более широкую аудиторию. Давайте подведем итоги. Вы можете еще посидеть и подумать, стоит ли вам заниматься бутфлористикой. Ну, знаете, пока вы думаете, ваши конкуренты уже начали клепать эти букеты. И ваши потенциальные клиенты, возможно, заказывают уже у ваших конкурентов. А это же могли быть вы. Поэтому поднимайтесь с дивана и начинайте собирать букеты. Хотя бы просто потренируйтесь, хотя бы соберите один букет. Подумайте, посмотрите, ваше это или не ваше. Если это ваше, не раздумывайте, делайте все по пункту. Если у вас какие-то возникли трудности, обязательно пишите под этим видео. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы. И если вы не смотрели первую часть, я подсказку, а вообще ссылку оставлю под этим видео. Там мы разбирали историю фруктовых букетов. А в следующий раз мы с вами обсудим, как сделать доставку букетов и как принимать заказы. Так что не забудьте подписаться, поставить лайк и комментарий. И ждите меня через неделю. Надеюсь, это видео вам было полезно. С вами был Стас, фруктовый мастер с 2012 года, который занимается этими фруктовыми букетами.